В театре Натальи Бондаревой всегда домашняя семейная атмосфера. Всех гостей заслуженная артистка России по обычаю встречает лично. Пришедшие сюда чувствуют себя не просто зрителями, а скорее хорошими друзьями Натальи. Душевное такое отношение, мы прямо не ожидали, нас там встретили, прям сразу как будто мы пришли не в театр, а пришли просто в свой дом. Мы очень любим приходить к Наталье в гости в их театр, в их домашнюю обстановку, нам очень здесь нравится. Мы дружим уже давно, уже несколько лет. Наташа нас приглашает, нам для детей устроит спектакли. Дети наши никогда не уходят без подарков. У них здесь доброта, уют. Особенные дети по-особенному смотрят на мир и воспринимают его иначе. Порой они не могут объяснить словами свои переживания, чувства. Им нужен другой язык. И таким языком может стать сказка. Такой режим сказкотерапия, чтобы детки приходили и могли окунуться полностью в совершенно другое пространство. Чтобы немножко они забывали о своих каких-то невзгодах, бедах. И мамочкам, чтобы было немножечко полегче нести свой большой такой рюкзак. На этот раз коллектив театра представил сказку по мотивам повести Ермолая и Разима про святых Петра и Февронию, которых в России почитают как покровителей семьи. Перед артистами Наталья поставила непростую задачу – взаимодействовать с каждым зрителем. Для этого актерам потребовались не только театральные способности, но и навыки педагога и психолога. С поставленной задачей коллектив театра справился. Дети смогли погрузиться в сказочный мир, вдохновиться, чтобы идти вперед. Эйнштейн, Ван Гог, Моцарт, Рахманинов, Паганиния, Эдисон были людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но они смогли покорить мир, подарив человечеству свои открытия и шедевры. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.